Здравствуйте! В студии Елена Гончарова. В эфире очередной выпуск программы о здоровье «Ваш доктор». Как улучшить качество жизни? Как стать более успешным, жизнерадостным и здоровым? И самое, пожалуй, главное, возможно ли продлить годы активной и полноценной жизни? На все эти вопросы лучше всего ответят специалисты, изучающие антивозрастную медицину. Сегодня в программе «Ваш доктор». Что такое антивозрастная медицина? Возможно ли помешать старению и есть ли лекарства, препятствующие старению? В рубрике «Скажите, доктор» врач-терапевт медицинского центра «Гиппократ» Ольга Сергеевна Бубенцова ответит на вопросы зрителей. Антивозрастная медицина как отрасль медицинской науки стала развиваться с 1993 года. Антивозрастная медицина стремится продлить годы активной жизни, уменьшить темпы старения и изнашивания основных органов и систем человека. Мы очарованы юностью, мы одержимы молодостью, но старость неизбежна. О том, какой будет старость, необходимо позаботиться в активном возрасте. Как сказал один из основоположников антивозрастной медицины, человек не может жить вечно, но он должен как можно дольше не поддаваться возрастным изменениям, болезням умственным и физическим. Цель антивозрастной медицины – это повышение возраста активного долголетия, повышение качества жизни. И давняя мечта человечества о том, чтобы жить молодыми и здоровыми, сейчас уже не кажется недостижимой. Возможно ли помешать старению? В силах ли человек продлить свою молодость? Обратимся по этому вопросу к специалистам. Время течет, каждый день уносит частичку наших сил и нашего здоровья. Человек может уже сделать шаги на пути к преодолению старения сейчас. Многочисленные медицинские исследования доказывают, что если начинать соблюдать правила здорового образа жизни в первую половину своей жизни, то средний возраст человека может достичь 86 лет. Это доказанный факт. Что относится к этим правилам? Первое – это отказ от курения и от чрезмерного употребления алкоголя, особенно крепких напитков. Второе – это правильное рациональное питание, снижение калорийности питания. Третье – это достаточные физические нагрузки. Имеются в виду динамические аэробные нагрузки, не менее одного часа в день. И четвертое, наверное, самое сложное, но возможное – это эффективная борьба со стрессом. Мысли о старости и долголетии всегда интересовали и тревожили человечество. Люди веками упорно искали и ищут рецепты молодости. Известно около 200 медикаментов, которые препятствуют старению. Причем многие из них зарегистрированы как лекарственные препараты. Но в инструкциях по их применению нет на это четких указаний. Продолжает программу рубрика «Скажите доктор». На вопросы зрителей ответит врач-терапевт медицинского центра «Гиппократ» Ольга Сергеевна Бубенцова. Наша справка. Ольга Сергеевна Бубенцова. Врач-терапевт, эндокринолог, профпатолог, врач антивозрастной медицины медицинского центра «Гиппократ». Скажите, доктор, с какого возраста нужно начинать профилактику старения? Бутует мнение, что угасание основных функций организма человека начинается с 40-летнего возраста. Однако многие научные исследования доказывают, что этот процесс, к сожалению, начинается гораздо раньше, после достижения человеком полового созревания, то есть примерно с 19-летнего возраста. Начинать прививать ребёнку основные положения так называемого здорового образа жизни. Скажите, доктор, к какому врачу я могу обратиться, чтобы он не дал рекомендации по предотвращению болезней, связанных с возрастом? В России нет такой номинации «врач антивозрастной медицины». Я считаю, что любой врач, развивающийся в своей специальности, может дать рекомендации пациенту по профилактике заболеваний по своему профилю. Скажите, доктор, нужно ли принимать витамины, особенно сейчас, весной? Те продукты, которые мы потребляем, даже самые качественные, самые изысканные, к сожалению, не могут восполнить потребность организма в тех веществах, которые нужны. Особенно эти потребности в этих веществах возрастают в каких-то особенных ситуациях. Например, при интенсивных занятиях спортом, при наличии острых или хронических заболеваний, при психоэмоциональных нагрузках и перегрузках в темное время года. И эти возросшие потребности нужно восполнять с помощью витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот и разных других веществ. Проконсультироваться по вопросам здоровья вы всегда можете в медицинском центре «Гиппократ» по адресу город Архангельск, проспект Советский космонавтов, телефон 276-393, или задать вопрос на сайте гиппократ29.ру. Нашу сегодняшнюю программу, посвященную антивозрастной медицине и продлению активного долголетия, мне хочется закончить такой фразой. «Короткую жизнь мы не получаем, а делаем ее такую. Не бедны мы жизнью, а пользуемся ею расточительно. Жизнь длина, если ею умело пользоваться. Синека». Это была программа «Ваш доктор». Смотрите нас в кабельной сети АТК и в интернете на портеле правдосевера.ру. Пишите нам на электронный адрес info.sobaka.ps29.ru. С вами была я, Эллина Гончарова. До встречи на телеканале ПС. Помните, «Ваш доктор» – это путеводитель в мир официальной медицины. Субтитры подогнал «Симон»!